Девушки отдыхают Слушай, Олег, а что если сбросить в тучу заряженные проволочки, а? Ерунда. Это не выход. Мы их сбросим, а они упадут. Ничего не ерунда. Если их сделать очень-очень тонкими, то они будут падать медленно. Посчитай. Смешно сегодня, в 1952 году, обманывать человечество подобными бреднями. Разоблачение лженауки кибернетики – это еще одна победа над происками буржуазной идеологии. Серега, получается. Представляешь, раз на кнопку – молния, раз – дождь. Урожай – во! Оркестр. Скупые слезы на смуглых лицах хлеборобов. А сколько потребуется проволочек? Сейчас прикинем. Давай. Дайте справочник. У кого справочник? Вам не мешает моя лекция? Сейчас, сейчас. Я к вам обращаюсь. Крыло. Я вам не мешаю? Нет-нет, что вы, пожалуйста. Может быть, вам не стоит терять зря время и сидеть здесь? Может быть. Ведь кибернетика – это электроника и математика. А вы говорите – лженаука. Понятно. Вон куда зашло. Разделяете. Ну что ж, в таком случае нам с вами придется в другом месте. Серега, ты где шатаешься? Вот такой семинар был на матмехе. Видали? Вольный сын Эфира. А ты головой думать пробовал? Тебя исключают. За что? За то, что на лекции выкинули. Сереженька, немедленно дик декану. Олег уже просил о тебе. А что я ему скажу? Только не будь тютей. В общем, я вроде все уладил. Твое дело – кайся, соглашайся, признавайся. Скажи, тебя не так поняли. Вы понимаете, что объективно воскатились на позиции современной метафизики? Да, я это понимаю. Я совсем другое имел в виду. Ну и ваша эта, так называемая, кибернетика, она на руку американской реакции. Ну я понимаю. Меня не так поняли. Вам придется дать политическую оценку. Это я согласен, это я обязуюсь. Вы должны помогать разоблачению этой лженаукой. Ну хорошо, я сделаю. Только не надо называть это лженаукой. Потому что за кибернетикой будущее – это факт. О! О! Пожалуйста! И этот человек не стеснялся в течение трех лет получать стипендию. Ну как? Понимаешь, сперва все хорошо шло. Потом я... Теперь все выгонят. И пусть. Здрасте. Так нельзя, надо куда-то пойти и рассказать. Зачем? Может, это к лучшему. В завод пойду. Здрасте. А институт? В сообще не поступлю. Вместе в науку собирались. И пойдем. А ты что думаешь, я брошу? Да ни за что. Я еще такое придумаю, что они все ахнут. Вандау ахнет. Йоффе ахнет. Данкевич ахнет. Их ты, карась, годы пройдут. Ничего так не получится. Не мог сдержаться. Ну не мог. Не умею. А может, надо? Если добиваться чего-то большого в жизни, какую-то цель иметь, может, надо, как говорится, уметь наступать на горло собственной песни, а? А может, не надо? А может, не надо? А может, не надо? Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Это что такое? Вы понимаете, товарищ директор, очень важно знать, как у них заряды распределяются Вы что, смеетесь, что ли? Нет, вам известно, почему лопается мыльный пузырь? А вам известно, чем занимаются лоботрясы? Пойдемте, товарищи Не понял Почему лопаются мыльные пузыри? Твоя находка? Он способный парень, кончает вечерний Это при комиссии, специально для министерских зубоскалов Своими предложениями он окупил себя на год вперед Ну вот что, Гатинян, если я еще раз увижу эти пузыри Что? Что такое? Нашел место, мальчишка Ну мне же проверить надо Это для доклада у Донкевича, вы же сами обещали Раз обещал, устрою, доложишь свою теорию Здравствуйте Извините Здравствуйте, Геннадий Ильич Это Донкевич Здравствуйте, Геннадий Ильич Добрый день Здравствуйте Добрый день Здравствуйте 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 Продолжение следует... ...новую теорию разрядов в газах. Вернее, некоторые аспекты теории, неполная разработка которой составляет досадный пробел. Отсюда вы все увидите. Музыка. 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 Какой же я тупица, а? Они в десять раз быстрее соображают. Я полгода вынашил, а они в полчаса. Музыка. Камни на камни не оставишь. Да ну их теоретики. Посмотрела бы я на них в цеху. У тебя блестящее будущее на заводе. Нет. Я пойду к ним, к Данкевичу. Ты что? Они так хамски с тобой обошлись. Это же бред. Зачем ты нужен, Данкевич? Не я ему, а он мне нужен. Понимаешь, они занимаются самым главным. Общей теорией электрического поля. Без этого я не могу заниматься атмосферным электричеством и теорией грозы. Ну и иди, пожалуйста. Только никакого ученого из тебя не получится. Ты слишком ненаблюдательный. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хотел бы у вас работать. Завтра. Вы не пожалеете, я вам докажу. Нонсенс. Разве мы вам ничего не доказали? Доказали. Что именно? Что я невежда, ничего не знаю. До свидания. До свидания. Незнание и невежество в вещи разные. Незнание начинается после думки, невежество до нее. Всего хорошего. У нас нет отбоя от молодых гениев. До свидания. И потом, у меня сейчас нет свободного места научного сотрудника. Всего хорошего. Я согласен лаборантам. И места лаборанта нет. Я подвезу вас. Спасибо, я в другую сторону. Я уже расчет взял. До свидания. На меня такие штучки не действуют. Возвращайтесь на завод. Я не вернусь. Что же вы будете делать? До свидания. До свидания. А я буду у вас работать. Интересно, каким образом? Мы рассчитываем, что вас заинтересует проблема грозы, понимаете ли? Тогда у нас появится могущественный союзник. Да, Михаил Николаевич. Гроза – это интересно. Но меня занимает более общая проблема. Я же говорил. Все наше красноречие напрасно. Что же касается нужных вам материалов, пожалуйста, всегда к вашим услугам. ПИС 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 Разрешите мне на минутку. Серега, здорово. Ой, Олежка. Здравствуй. Ты чего здесь? Работаю вот у Данкевича. А-а. С гелажником пока. А ты, Олег, в Новосибирске у Чистякова? Я слыхал. Да вот приехали к вашему Данкевичу. Я самостоятельную тему получил. Грозой занимаюсь. Оп. Вот что, я скажу Чистякову и устрою тебя к нам. Нет, Олег, спасибо. Здесь другое. Не хочу я устраиваться. Кого ты думаешь удивить? Данкевич будет рыдать от умиления, когда ты получишь новый разряд. Сергей Крылов, первый молоток Института физики. Эх ты, муравей, нельзя быть таким в наше время. Ну, тихенький, ну, скромненький, ну, симпатичненький. А вообще ты какой? Никакой. Почему у тебя? Вот здесь я провалился. И вот здесь я буду выступать. А конференц-зал Академии наук тебя не устраивает? Нет. Я выступлю здесь, а они будут меня слушать. Мечта идиота. Разве так становится ученым? Пошли к Данкевичу, я скажу ему, слышь. Что ты, Олег, ни в коем случае. Да брусь. Олег! Да брусь. Я вместе с ним учился. Он парень стоящий. В Эйнштейне собирались. А ко мне каждый день либо Эйнштейны, либо Резерфорды являются. Одного даже мама привела. Резерфорды являются. По сути, на что вы надеетесь? Переупрямить меня? Напрасная затея. Хорошо, я уйду. Можете радоваться. Проявили твердость, да? Подумать только, кого вы одолели. Продолжение следует. КОНЕЦ 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 Гадина! Издевается собака! То ноль, то зашкаливает Я ему лампы сменил, смещение В электронике одно из первых мест Занимает кувалда Брылов, не суетитесь Экспериментатор, милый мой, должен быть достаточно ленивым Чтобы не делать лишнего и не копаться в мелочах Какого черта вы загнули кривую вниз? А, это по Брекли А кто это? Брекли? Ха, ну как, на его монографии еще в прошлом году До каких пор вы будете верить всему тому, что печатают? Нет, ну у Брекли классические методы, он... Мне нужны измерения, а не классики Здесь опыт, только опыты Собственные мозги Поменьше читать Те, кто много читают Отвекают самостоятельно мыслить А, по-моему, поправку можно рассчитать Это же гораздо проще и быстрее, чем возиться с такой махиной, а? А рассчитать поправку Мы можем так Вы знаете, Крылов, кто опаснее дурака? Не знаете? Дурак с инициативой Да не кипятись, он может, что надо Доктор наук Предлагает институт, не хочет Все нужно самому Своими руками А я ему не робот Ну, сошибщик Бурбон Арахчеев Да, ну, пошли, пошли Я ему докажу Радиопередача окончена Спокойной ночи, товарищи Спокойной ночи Бой-бой-бой-бой-бой-бой-бой Спокойной ночи Ого Вот так, товарищ Анякеев Поправочек, которые вы пренебрегли, меняет результат на 40% На сколько? На 40% Откуда это известно? Рассчитали теоретически Кто рассчитал? Эсэй Крылов А кто это? Дурак с инициативой Ну что вы, товарищ Крылов, извините, товарищ Крылов Ради бога, товарищ Крылов Вы меня не так поняли, товарищ Крылов Ну нет, что вы, что вы, пожалуйста Пожалуйста Эй, помогите мне, пожалуйста Вы чего бройте по ночам? Вы лунатик или беспризорный? Лунатик С инициативой Модная специальность, особенно в мае Толкните Так Спасибо Могу закинуть вас домой Садитесь Спасибо Вам куда? Пока Прием О чем вы думаете? Вычисляю, сколько мы человек в городе разбудили Интересно, и сколько же? Да что-то около семидесяти тысяч Ого, здорово А кто вы такой? Физик О, вот здесь налево, в переулок, пожалуйста Ну вот и мой дом Спасибо Физик, а вы мне понравились, потому что не приставали Терпеть не могу, когда на мотоцикле начинают В общем, спасибо за помощь Девушка, а давайте мы с вами встретимся А что, молодой ученый на весь вечер в вашем распоряжении Дайте телефончик Ну поехали, всегда одно и то же Знаете, милый Физик, это уже неинтересно Нет, серьезно, ну может мы с вами встретимся ЛА-52-67 Здравствуйте Здравствуйте Доказали Ну и как? Ну никак Можете отправляться Куда отправляться? Ну куда угодно Мне такие прыткие лаборанты не нужны Все равно учтете мою поправку Идите оформляться К сожалению, вас назначают научным сотрудником Будете работать с Данкевичем Наверное, это вы меня рекомендовали Ну как бы не так нашли благодетеля Конечно, вы Только я боюсь Напрасно Может быть, из вас что-то и получится Ну, Серега, ты становишься человеком Теперь ты на орбите дуй Не теряй ни секунды За успех вздрогнули Ты Аня Кеева знаешь? Он гений Гений Что? Он знаешь? Не, серьезно Гения сейчас устарели Они все равно, что парусники во плоти Носи Сейчас окна валится с копами Любую проблему запросто Как орешки Вот мой шеф, Чистяков Он почти что гений, понимаешь Только подтяжкой не носит А что он без меня? Что? Единица А я пусть ноль Но я тот ноль, который единицу делает десяткой Точно, я тоже ноль Выпьем за ноли Выпьем за два ноля И в небо Снимите шляпу Я иду Мы идем А вы Ноктюрн сыграть могли бы? На что? Дела Пять два шесть семь Это что это? Откуда? Девушка такая Вогиня В штанах Серега Дела пять два шесть семь Это номер ее мотоцикла Я хорошо запомнил У девушек надо брать номер телефона А не мотоцикла А что это? Лапа Ну ты что? Ну что? Хочешь я разыщу сегодня, а? Давай По теории вероятности Возможности Не, 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 не Будем искать По-нашему Экспериментально Серега Только ты запомни Ты пострадавший И вот Его, моего друга Известного в будущем Физика Крылова Переехала девушка Номер Ла-52-67 Вот она жертва И как? Как переехала? Она ездила по моему Распластанному другу На своем мотоцикле Ла-52-67 И кричала, что ей Никакая милиция не страшна Что у него дядюшка в Москве В конце концов Моя милиция Меня бережет или нет? Закрой рот Адрес Вот и я хочу узнать ее адрес Ла-52-67 Ваш адрес Ваш адрес Пожалуйста Гостиница О, черт Какой же адрес? Вы только сбили меня Своим вопросом А ты позвони Чистякову Он, наверное, знает Вот что значит Получить самостоятельную тему Гениально Прости, пожалуйста Извини, вы позволите Мне Выпили Увы От потрясения Чтобы как-то прийти в себя Вообще-то мы не пьющие Даже наоборот Алло Пожалуйста, попросите Лауреата государственных премий Профессора Чистякова К телефону Это вы, профессор? Простите, я думал Это ваша дочь Ах да Ах да, у вас сын Простите Это я, Тулин Видите ли, мне срочно Нужен мой адрес А у меня как-то Выскочил из Из головы Нет, я дойду Не безбокотиться А вот сформулировать Сформулировать Сформулировать? Провать никак не могу Какой? Одну минуточку Тихо, тихо, тихо Давай Пройдемте, гражданин И вы тоже Я? Ау! Вы что? Эй, вы! Здравствуйте Привет Привет Эй, пострадавшие Вставайте Олежка Олежка Это она Здравствуйте Ну этого я вижу вообще Первый раз в жизни А вот этот Врун и негодяй Безобразие Да что это такое делается? Куда эта милиция смотрит? За такие дела судить надо И сажать на два года Охо-хо-хо-хо Не охо-хо-хо-хо А хотя бы на 15 суток Ну так как же, граждане? Вообще-то Меня не переехали Мы несколько преувеличили Товарищ милиционер В бульгарном смысле Словно, может быть, и не переехала Но пронзила Человек хотел узнать адрес Ну что тут особенного? Просим извинить за беспокойство Терпеть не могу, Нахалов Ну вот что Платите штрафы Они уже к Данкевичу Скорее Эй вы! Задрипанный Дон Жуан Садитесь, подвезу Садитесь Слега, спроси Есть ли у нее подруга А, с утра пораньше Полтавский Здравствуйте Можешь занять вон тот стол Еще один Подданный Еще один Чернорабочий Умственного труда Савушкин Крылу Ох, только Мне вчера Такую катушку Для спиннинга подарили Экстра-класс Скоро жор начнется А разве с нашим Даном Съездишь Торчим тут с утра до ночи А на кривой всего две точки Эх, махнут бы сейчас на Ладогу Ой, ребята Я там такие места знаю Вон наши приехали оттуда Привезли Колоссальный пщук Ой Дан идет Ой Ой Это что? Ничего, ничего А? Ребят А как Дан вообще, а? Зверь Ошибок не прощает Меня как-то раз линейкой по морде А Тульки Амперметром Кэк врежет Из-за пустяка Да ладно А, в общем, гений Я вот тут расположился Ребята, у меня стол Хорошо Ну, а быстрого успеха не ждите Запасайтесь терпением Надеюсь, что Первые результаты мы получим уже В этом столетии Я понимаю Я понимаю Я все понимаю Я все понимаю Если можно, отпустите руку Вот Не правда ли странно, что мы видим Вселенную не такой Какая она есть А Молодой Такой, какой она была много лет назад Вот И если На дальних планетах есть люди Вернее, разумные существа То они нас тоже не видят А Могут видеть, например Утро стрелецкой казни Вот Или Как Как Пушкин едет на дуэль Вот Может подождем Вперед Нажмем Нажмем Веселей Садись Ой, какая красивая Это лучше Ну, вообще красота Это субъективный Фактор восприятия Действительности человеком Вот И определяется у разных народов Сегодня самый счастливый день в моей жизни Ты позавчера то же самое говорила А позавчера нет И завтра нету Есть сегодня И надо прожить его так Чтобы оно было самым счастливым Странно Почему тебе не нравятся стулья? Наверное, мы слишком одинаковые Это всегда скучно Ой, какие пальмы Ну, что ты стеляешь? Купил бы лучше себе ботинки Чудик Ты мне понравился таким И нечего пыжиться Все равно то ли на тебя не переплюнуть Ты из породы лопухов Передайте, пожалуйста Передайте, пожалуйста Товарищ Ой, нам сходить Разрешите пойти Я бы пригласила тебя к себе Но понимаешь, мамаша, сестренки Не та обстановочка Не смотри Лена Когда мы поженимся? Чего? Да я спрашиваю Когда мы распишемся? Это еще зачем? Как зачем? Ну, почему нам торопиться? Это помешает твоей работе Нет Нет, Лена Ты мне нужна Понимаешь? Вот когда ты есть Я Ну, я не могу без тебя Так я с тобой Мне на метро Лена, как же так? Ну, считай, что я твоя жена Сережечка, ты любишь компотик? Завтра твоя Леночка Твоя кошечка Сварит своему попсеньке компотик Смотай с работы пораньше Ты наколбасил? Да нет, я его трижды проверял Результат один Чушь Витя, а может, ты в условии напутал? Может, может Возьми да проверь сам Это я ошибся Возьмем исходное, равное 16 Придется все пересчитать Опять? Да, он ошибся Что ж, товарищи, начнем вариант 131А Опять считаешь Хочу Дану завтра один вариант предложить Говорит Москва Двадцать три часа Передаем Лёву Ну, ты сегодня останешься? Нет А я так больше не буду Я хочу нормальной жизни Я никогда не знаю, придешь ты или нет Вернешься ты через день, через два, через неделю, через месяц Уходящаюсь Ну да, приходящая Не нравится, могу быть уходящей Ну вот, сразу Ну, как ты не понимаешь Вот ты говоришь, я не хочу мешать твоей работе А мне еще хуже Я о тебе думал, спалил пару блоков Что мне из-за твоих блоков в ЗАГС что летит? Да, в ЗАГС, в ЗАГС Только на ночь ты мне не нужна Я тебя на ночь Ты куда? А я тебя не пущу Ты меня не пустишь? Да кто ты мне? Надоел ты, понятно? Надоел Итоги 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 За три месяца нам удалось установить Для переноса одного иона нужен Ту-104 Дальше А электрон занимает объем Елисеевского магазина Дальше И вообще У Земли нет магнитного поля И самой Земли нет, и Луны, и Курочка-Бычка принесла Мы добились абсурда Это великолепно Полный абсурд Значит тут что-то есть Идите-ка обедать Итак, Дан, сейчас подбросит новый гениальный вариант И опять все соизнало Неужели все сначала? Залез так, сиди А ты, Витенька, должен веять в светлое будущее Не могу, ребята, не могу Легче чайник на животе вскопятить Да поймите вы, ребята, ну не могу я себе позволить такую роскошь Пустую потратить еще два года Ну что, ты кандидат? Ты вообще холостяк У меня жена и ребята Мне вот так нужно диссертацию защитить Для этого нужна тема верняк Природы электрического поля Да, мне плевать Вот я согласен исследовать Распределение зарядов у кота-старожихи Пожалуйста Но ты мне скажи, сколько можно жить на 12 квадратных метрах? Это же... Творчество, счастье Ура это все Ох, ребята, до меня сейчас счастье Это квартира из трех комнат Не знаю, не знаю Ну, хватит, мальчики Заказывайте Значит, окрошечку и мозги Нет, мозги ему А мы возьмем, скажем... Сергей, тебя требует Дан Мозги ему Вы меня звали? Вас к телефону Да? Сереж, ты что, болел? Нет Ну, а почему же ты мне вторую неделю не звонишь? Не стыдно? Я думал... Ты слишком много думаешь И все о себе Все твои слова вранье Понимаешь Сейчас... Я хочу тебя видеть Я тоже Пошли в филармонию Хорошо Всем встретимся Там Где там? У входа Ты знаешь... Вот что Обязательно принеси таблицы Какие таблицы? Я ничего не понимаю Потому что... Расчеты Да что за расчеты? Ты что с ума сошла? Знаешь, куда ты позвонила? Знаю Мне сказали, что ты у Дана Я ему все объяснила По-моему, он понял Значит, у входа Вот что... Простите, пожалуйста Нам необходимо проветриться Махнем на недельку на природу Кстати, своего абонента Можете взять с собой Как у речки, у реки Физики гуляли Где-то, где-то Кто-то, кто-то Что-то, что-то потерял Смотря на небо Вечную красу Нет, Евгений Владимирович Проще надо Проще На лугу, у реки Очень хорошо Стебельки до листья А на свете чудаки Не перевелися Вот Не перевелися На лугу У реки Стебельки до листья На земле Чудаки Погоди, погоди Сейчас снова этапами Возьмем за основу На лугу У реки Стебельки до листья На земле Чудаки Не перевелися Если грусть Все не так Песня все же поет Чудак Как? Все равно Дрова живем На воде и хлебе Травый смысл Разнесем Разнесем Пух и прах Если есть журавлище В небе И к чему нам Сидится в руках Если не журавлище В небе Это гибнущие самолеты Ревущие смерчи Огня на нефтяных озерах Это сгоревшие леса Академик Денисов Заявил, что вопросы управления Грозой Решены Очередной блех Радиоактивные лучи Как бы выжигают Грозовое облако Стихия покоряется Человеку Небо над нашей планетой Будет чистым И добрым Огонь по грозе Но! Товарищи Через несколько минут Слушайте концерт Это особенно вредно Потому что хлестка А кто такой Денисов? Нет, этого нельзя так оставить Я должен вернуться Зачем? А вы можете остаться А я уже и спиннинг наладил Пошли Как я ему не доказывал Хоть тресни Обязательно ему нужно Разоблачить Денисова Лезет на пушку с копьем Ну чего ты боишься? Пусть они поспорят Истина в споре рождена Ты еще будешь меня учить Истина Мой шеф сказал Что Денисову нужен Именно такой противник Как Дан Чтобы утвердиться Сергей, ну что ты расселся? Тебя Дан ждет Иду Постарайся его отговорить И запомни Истина в споре Чаще всего погибает Скажи, а ты уверен Что Денисов не прав? Тютя Денисов авантюрист Со временем он сам Себя разоблачит Никакой научной основы У него нет Ну чего же ты сам-то не выступишь? Кто я такой? Денисов академик А я кто? Чистяков не выступает Даже Голицын Член-корреспондент Патриарх и прочие Не лезет на рожон Почему он-то? Бэби Культа нет Но служители остались А теперь посмотри Какие ножки В библиотеке познакомиться Разве в такой ситуации Может быть научный спор? Никакой науки тут нет Знакомьтесь Академик Ильич Крылов Голицын Сергей Ильич Необходимо срочно Подобрать материал О природе грозы И об активных воздействиях Для моего выступления Вас что-нибудь смущает? Нет То есть Вините ли Завтра испытания И потом Стоит ли нам заниматься Денисовскими делами Ну конечно Наша работа тоже связана С воздействием на облака И с теорией грозы И затея Денисова нереальна Но Слыхай Молодые Те норовят не связываться с Денисовым Каверзнейшая личность А вот вы С вашим сердцем Если Денисов вводит всех в заблуждение Мы обязаны сказать правду Чего бояться? Ну смотрите Все еще живем памятью Прежних страхов Эх Жаль, дорогой коллега Оторвались вы от жизни Вот Рядовые инженеры Присутствующие здесь И труженики села Они все оценили А вы Не смогли А почему? Потому что они думают О судьбах страны А не о теоретических проблемах Сельскому хозяйству Нужно помогать Немедленно Делом надо помогать А не обещаниями Прошу соблюдать порядок Товарищи Профессор Данкевич Вот вы Подвергли критике Метод академика Денисова А что вы могли бы В свою очередь Предложить народному хозяйству? Пока ничего Но воздействовать на грозу Не учитывая электрических сил Как предлагает академик Денисов Это легковесно Вначале надо решить Общую задачу И тут я к сожалению Утешительных результатов Пока еще не имею Но хотя бы Примерные сроки Вы могли бы указать? А о каких сроках Вообще может идти речь? А все-таки У нас между прочим Плановое хозяйство Лет через 10-20 Вас устроят? А может быть завтра? А может быть я вообще При жизни не успею? Работать только на сегодняшний день Избегать работ Рассчитанных на десятки лет Это же Типичное браконьерство Правильно До сих пор вы получали Одни отрицательные результаты Они тоже имеют ценность Но если профессор Данкевич А не профессор Чистякова А там еще кто-нибудь Будут добиваться Отрицательных результатов То вы меня извините Никто не позволит Пускать на ветер Народные деньги Так ваши опыты тоже неудачные? Мне непонятно Проклятые привычки Жить в науке Сегодняшним днем Почему необходимо Каждому вдалбливать в башку Элементарную истину Что никогда нельзя Предугадать результаты поиска Вот с производством ящиков Для макарон Это необходимо И возможно Но мы ж имеем дело с наукой С экспериментом Сам Господь Бог Не предвидел последствий Сотворив человека Ну что ж Приступим к голосованию Голосованием в науке нельзя решать Причем тут большинство Бездари всегда больше Так уж природа устроена Вы что же Считаете Что здесь большинство бездарей? Или как? Да-да Поясните пожалуйста А мне все равно Что вы там напишите Он идет в разнос Они съедят его Подаются Не те времена Итак Группа профессора Данкевича Решает общие задачи Исследования электрического поля И конца и края не видно А Академик Денисов Обещает Немедленные результаты Какие будут предложения? Я предлагаю план Академика Денисова Утвердить И сосредоточить В его руках Все выделенные средства Других предложений нет? Голосуем Кто за это предложение? Прошу поднять руки Что же делать-то, а? Что делать? Кто виноват? Любимые вопросы русской интеллигенции Все Теперь Дана дожмут Ну, ты преувеличиваешь Ведь Дан прав А если не прав? Нет, так не бывает в наше время Что ты? Просто надо пойти И вот куда-то И рассказать Я сам пойду Уже ходили и говорили Не такие, как ты Ну и что? Сейчас вообще Обалдеть может Вот он сам во всем виноват Они провоцируют А он в Дон Кихотстве Губит нас Мастит им дорогу Да, он не дипломат Он глуп Глуп Краеугольный камень Олимпийцы Все горит Пожар А нам в телескоп наблюдать Да как ты смеешь Так о Дане Он святой человек Он гений А работать нормально Ему теперь не дадут В общем Уходи от Дана Ухлопаешь в пустую Лучшие годы А? Между прочим Мой шеф решил Сдаться на милость Денисову Я, пожалуй, тоже А-а-а Кухнемся в ноженьки Дорогой Владыка Ничем вам мешать не будем Только не трогайте Нашу тему Дайте доковыряться Не юродствуй Я не верю Что ты к Денисову перейдешь Зачем? Работу спасать Работу, понятно? Потом успеем руки отмыть Чего кривишься? Честоплюй Медуза ты интеллигентская Думаешь приятно Влезать мне в это дерьмо? А я влезаю Конечно, куда как красиво Взайди на плаку Но от этого работа На грозоне продвинется Не на шаг Как же ты дальше жить будешь? Ведь тебя же совесть замучает Эх ты История Меня оправдает Подожди, не уходи И тебя тоже Если уйдешь от Даны Сережка Сережка! Ты что вчера делала? Раз забудьте о своих лабораториях Я хочу понять Почему ты никогда не интересуешься моей работой? Ох и зануда Знаешь что? Женись-ка ты на Данкевича Лично мне наплевать Кто ты там Физик Бухгалтер Или академик Кто не работает Тот не ест Вот мы и работаем А для меня человек Начинается после работы Когда он свободен Погоди, я взгляну Ой, какая красота Да ну, стекляш Ничего ты не понимаешь Прелесть Пойдем посмотрим Сколько стоит? Шесть рублей Давай в рубль Зачем? Я тебе куплю Ерунда У меня есть Завернуть? Не надо, спасибо Пошли физиологически Это чешский Какие симпатичные Все-таки дикари Были в тысячу раз умнее белых Когда меняли золото Вот на такие стекляшки Вот здесь проверьте И тут А почему? Потом поймете Некогда объяснять Да Что Заказывано мощные конденсаторы? А, вы знаете Там Ну, что вы мочите? Не делают, что ли? Да нет Задерживают там На недельку, не больше Что значит На недельку, не больше? У меня нет лишних неделек В запасе Нету Идите, добивайтесь Привет Лугунова ждешь? Ага Я поговорю с Лугуновым Пусть примет меры А ты когда-нибудь пробовал Высморкаться ушами? До свидания Всего доброго До завтра Вы заставляете Данхевича волноваться У нас деньги урезали Людей забирают Заказы не выполняют Мы что, для себя работаем? В конце концов Вы теперь директор института? А что, мне импонирует Когда так По-простому По-русски Вы мне давно нравитесь, Крылов Вы вполне достойны Самостоятельной работы Но войдите в мое положение Я уважаю И ценю Данхевича Но спасать Дана От него же самого Попробуйте Плюс окаянный характер Этого человека А тут еще Денисов Давление Сергеевич Только откровенно Вас устраивает То, что делает Данхевич? Вы вообще Уверены? Эх, вы видите От меня требуют Надо быть принципиальным Как-то надо решать Такой обстановке Вам всем лучше Переждать Годик И Данхевич сам все поймет Так будет лучше А вам Хотите, я вас устрою Кругосветную экспедицию На геофизическом корабле На 8 месяцев Шутяны пишете Диссертации Как же остальные Они вас поймут И со временем Придут к тому же Кругосветная Вот здорово Объехать весь мир Гонконг Ямайка Ямайский ром Да ты просто счастливчик, Сергей Ну, конечно, соглашайся Не раздумывай Ну, обо мне не думай Буду Буду ждать Ну, какие могут быть разговоры Ничего еще жить на этом шарике Помнишь, так и жизнь пройдет Как прошли Азорские острова Так кто Азорский А то вон аптекарский остров Вот и вся романтика Да никуда не денется Твой Данкевич Ну, думай, думай Опять Сергей Ильич Неужели нельзя было Самому догадаться Для нового варианта Это не годится А я не поспеваю За новыми вариантами У нас что ни день То новая идея Мне некогда С вами спорить Так нельзя работать Сколько можно Столько, сколько нужно А я не могу делать то, что не понимаю Нельзя же так впустую Не знал, что вас интересует Быстрый успех Нет, просто я предпочитаю Реальное дело А то, чем мы занимаемся Никому не нужно Все равно у нас ничего не выйдет Сергей Ильич Вы не верите? Верить, верить Да надоело мне верить Вы же сами не можете поручиться Мне все понятно Все понятно Что понятно? Что понятно? Ну что понятно? Мы очень рады, что понятно Ты будешь скучать? Будем Привези мне маленького слоненка Встречай через 8 месяцев Не беспокойся обо мне Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он предлагает то за страну У которой есть такие ученые Как профессор Данкевич Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Профессор DimaTorzok Он считает, что последний доклад Профессор Данкевич Который был зачитан на международном симпозиуме Мсье Полтавским Огромное и колоссальное достижение Здесь присутствует ученик Данкевича Мсье Крилов За ваше здоровье, мсье Крилов Мы разделяем радость советских ученых В связи с новым открытием Профессора Данкевича Пользуясь его новой теорией Можно конструировать аппаратуру Для полета человека в космос Арина! Пап! Коля! Коля! Билли! Наташа! Что за парадок? Кошмар! Грею! Лену попросите, пожалуйста До свидания! Счастливо! Счастливо! Да? Здравствуй! Это я Ты откуда? Из порта Сереженька, у тебя все в порядке? Я очень рада Я тебе написала У тебя дома лежит письмо Я выхожу замуж Ну ты его не знаешь Он такой простой Он москвич, баскетболист Это все так получилось Я даже не могу объяснить Я его ужасно люблю Сереженька Сережа Сергей Давно приехал? Пять дней У меня отпуск И ты не пошел на похороны Какие похороны? Какие похороны? Три дня назад Умер Дан От инфаркта Что? Таких, как Дан Не будет Справедливость Где она Так ее перетак Кретины живут Мраз всякая Серега Я стоял и смотрел Как закапываю землю Такой мозг Сразу пусто стало Совсем пусто, понимаешь? А где Лена? Замуж вышла Как же это Да, да? Вот так Вот женщина Одно лекарство Женщина Ты меня проводишь? Я прилетел на похороны Последнее время Дан работал по 20 часов в сутки Все материалы привел В полный порядок Как будто заранее Изнал дату своей смерти Не обращал никакого внимания На наскоки Логунована Филетон Он был выше этого Погоди, какой филетон? Да, ты же не знаешь Филетон вдали от науки О том, что лабораторию Данкевича переливают Из пустого порожня Растрачивают государственные средства Ну, Серега Будь счастлив Да, кстати, там на тебя ссылались Данкевич выгоняет Разочарованных учеников Крылов вынужден был уехать В экспедицию После критики Данкевича Олежка Ты же знаешь, что не так было? Не так! Серега С ними по-хорошему нельзя Нельзя по-честному Доносы, клевета Они могут А мы что, кролики, да? Нет Драться так драться Они ниже пояса И мы туда же Ну, ты-то знаешь Что не так было, Олежка? Милым Так ведь Прошло уже полгода Да и профессор-то ваш помер Я жив Разве я отказывался от него? У меня были совсем другие причины Не морочите мне голову Говорили вы Данкевичу, что не согласны Ну? Поругались? После этого умотали? Чего же вы шумите? Ваш фильетон Данкевич оболгал Его работы полностью оправдались Вам ясно это? А вам ясно было, что так повернется? Я же ясно, чего же вы уехали? Если вы не знали, что Данкевич прав Так, откуда я это мог знать Дорогой мак Да и кому поможет это опровержение? Парижский? Вали Толя, здорово Приехал Ну, что нового? Как дела? Нормально Здравствуйте Здравствуйте Крылов Здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, Сергей Ильич Отдохнули? Ну и хорошо Я смотрел вашу материал Приездно Может получиться неплохая диссертация Я хотел бы с вами О Данкевиче Предупреждал я вас, Сергей Ильич Недооценили Данкевича недооценили Вам сейчас нужно думать о другом Я дал вашу кандидатуру в комитет по проведению международного конгресса А сейчас, извините, тороплюсь Поздравляю Международный комитет Это Соглашайся Соглашайся Вот Тут мы с супругой А тут Детишки Унитаз и ванная объединены единым архитектурным замыслом Так что возможности посетителей увеличиваются вдвое О, простите На три комнаты, значит, не потянуло? Нет Понимаешь, дали, как только защитился А зав в лаборатории я же остался совсем недавно Так что Ну, Сережа, ты садись А я сейчас такого кофейку смонтирую Ну и как ты теперь? Счастлив? Счастлив? Счастлив, Сережа Ну а что? Зав в лаб, живу по-человечески Жену одел Деньги на москвича коплю Ну Эх, брат, прошля прямо с тобой успех дана Толя что? Тот вовремя сманеврировал и остался чист Сейчас в Новосибирске работает в полном порядке А Денисову что? Он больше грозой не занимается У него новые обещания, новые планы, новый бум Может, с тобой другие люди, Сережа? Ну, буди мужественны Пороху нам с тобой не сочинить Ну Так и зачем ей пыжиться? Нужно выбрать образец пригласительного билета А что, это очень важно, да? О, Сергей Ильич И подпишите талоны на питание для каждого делегата А без талонов нельзя питаться? А зачем специальное помещение? Да, но ведь это иностранцы А что, вместе с нашими они не могут, да? Там нет вентиляции А для нас, значит, вентиляции не обязательно Здравствуйте Привез вам гостей Зачем этот стол? И эти портьеры Смеяться над нами будут Надо проще и со вкусом Эти картины тоже Сюда можно модель Ну, скажем Врубеля И обязательно портрет Данкевича Ну, двинулись, Сергей Ильич Покажите им лабораторию Данкевича Это наш козырь А, как у вас с диссертацией? Тяните, голубчик Вы же сами меня гоняли на всякие совещания Посадите кого-нибудь за отчет обработать Это же для моей диссертации Ничего, ничего У вас дела поважнее А вот и наши гости Познакомьтесь Мой помощник Любимый ученик Данкевич О, Данкевич, радуйся Он вам все покажет КОНЕЦ Сережа! Здравствуй! Ты когда приехал? Ну, как ты великолепно выглядишь Как ты живешь? Все прекрасно Объехал полсвета Азорские острова, Ямайка Ямайский ром Андромаху Один из главных героев Грит-Олеада А ты еще красивее стал Сережа, зачем тебе это? А, какая разница Сергей Голицын в Ленинграде Просил тебя зайти Он в Октябрьск Садитесь У меня ведь к вам поручение От кого? От Данкевича Незадолго до своей кончины Он позвонил ко мне и сказал Что вы интересовались Атмосферным электричеством Да Он просил Чтобы я пригласил вас К себе в институт Вот его письмо План работ Заметки о механизме Центре грозы У меня диссертацию на другую тему Ну что ж В таком случае Извините Что я беспокоил Я ведь выполняю его волю Он был уверен Что вы ничем иным Кроме этой темы Заниматься не станете Даже уверял он меня Что вы обрадовались Идеалист Иллюзии иллюзии Да я ведь собственно не надеюсь Нынче редко кому охота Обрекать себя на многолетнюю тему У вас кажется Прекрасная должность Так Все К черту Хватит Ой С меня довольна Эй Вот к кому обращайтесь Во Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Давай 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 Хорошо Это вы вызываете молнию? Представьте я Ну маг волшебник Давай Давай А вы можете прекратить грозу? Сейчас еще рановато Через годик пожалуйста Приходите Я вам сделаю А как вы это сделаете? А подлечу в грозе и уничтожу Не верите? Дайте вашу руку Собираетесь гадать? Смотрите наверх Пройдет год или около того Да-да, пройдет год или даже меньше И такая рука, как ваша, свободно станет управлять всей этой грозной стихией Я не прошу вас верить мне Я прошу запомнить сегодняшнюю грозу и наш разговор Уже не идем Опаздываем на лекцию Договорились, встретимся здесь через год Не дождусь я вашего Крылова Лихо Но вы испортили ему график? Если он подклеит даже в таком виде Это обнаружат не раньше, чем в следующем столетии Урны с прахом давно ушедших поколений Кладбище несбывшихся мечтаний А вы знаете, что наш отдел возглавляет член-корреспондент Голицын? Ага Как же, как же, любимый ученик Ломоносова Вы все еще верите в авторитеты? Я у вас лучшего мнения Вы просто боитесь говорить то, что думаете А я не боюсь Я из другого министерства Все капаете? Капаем, капаем Помним еще студентами капали на таких же приборах Господи Сколько же здесь диссертации и дипломов накапано Пластинки-то выгоднее поставить эллиптические Легче скомпенсировать Здорово Яков Иванович, вы целый месяц бились все напрасно? Двадцать копеек Не благодарите, не стоит А вот еще на десятитысячный уточните Свидание не состоялось Я оставляю вас Мученики и мучители науки Серега Олежка Олежка, здорово Ну как? Зачем приехал? Дело грандиозное Статью мою читал? О, читал Находить центр грозы и воздействовать прямо на него Страшно представить Постой, полеты в грозу, это опасно? А ты как думал? А у меня есть патентованные средства Тулина избежать опасности Ну Это не бояться его Ну погоди Значит, ты уверен, что тебе разрешат? Добьюсь Сейчас еду генералу Южину Проводи меня Проводи Ну а как твои дела? В общем, неплохо Здравствуйте Голицы у меня футфу любят Сегодня предложил быть начальником лаборатории Здравствуйте Заведует этим саргофагом? Я не очень хочу Мне работать надо Поздравляю Тему свою добивать Оп Ну посоветуй, а? Эх ты, тютя Для меня ты и вдруг начальник Впрочем, чем-то хуже других Кто-то должен руководить Лучше ты, чем какой-нибудь Бурбон До вечера Ни пух ни пера К черту, к черту Я забыл вас поздравить Спасибо, Яков Иванович В общем, вы правы Но что мне тогда делать? А может быть, у меня другой талант Организаторский Сергей Ильич, пока не поздно Откажитесь Я вам гарантирую, что за моей спиной Вы будете чувствовать себя абсолютно свободно Простите, Яков Иванович Как-то все не то Как? Почему? Ах, пожалуйста Может быть, у вас какие будут условия Пожалуйста Ну? Да что? Странно, Даша Понятно Кому охота терять власть Неправильно А я вам открывал душу Молодцы Молодцы Но вы же знаете В грозу летать нельзя Как же, по-вашему, бороться с грозой Если убегать от нее? Есть только один способ узнать вкус арбуза Съесть его А у нас в Сибири говорят Если хочешь узнать не про тухлый окорок Не обязательно есть его целиком Ну, это так, поговорка Вот, посмотрите Они попали в желудок Этой самой грозе Есть ведь интересные опыты в других институтах Никакого риска Спокойной наземной работы А вы хотите идти на такое? Да еще забираетесь целой ротой лаборантов в центр грозы Я хочу, чтобы летчики не боялись грозы Чтобы вы были хозяевами неба Надо научиться управлять облаками Управлять погодой Чтобы навсегда исчезли неурожаи засуха Чтобы человек перестал думать о куске хлеба Ради этого стоит рискнуть, не считая запасами Ага, рискнуть Значит, вы не уверены Вы не гарантируете Без риска не бывает нового Вы слыхали Сейчас вы меня назовете перестраховщиком А почему я должен вам верить? Боитесь ответственности За ваши жизни, да, не желаю отвечать Потому что вы не желаете разобраться в существе Хорошо, покричали Редко у нас бывает, когда двое кричат Обычно один кричит, другой слушает Так вот Вам меня нет, что упрекать Я не специалист по вашей науке А принимать на веру, извините Остается запросить мнение специалистов Согласны? Если нет другого выхода Сколько времени надо ждать заключения? Минут сорок, придется подождать Как? Я неделю назад, когда получил ваши бумаги Заказал отзыв Кому? Надеюсь, не академику Денисову? Нет Члену корреспонденту Голицын Ооо Ну что ж Хорошо Что за срочность? Вас можно поздравить Скажу вам по секрету Ведь на эту долгность Метил Яков Иванович Ваша жизнь входит в новую фазу И теперь вам надо жениться Пожалуйста, отпечатайте приказ Я женюсь Вы не серьезно ко мне от вас Нет, нет, это я не вам Он занят Да, да, пожалуйста Так, так, так Ну, ознакомились? Я попрошу вас, Сергей Ильич Поезжайте с нашим заключением В управление генералу Южину Он ждет Может быть, у него возникнут вопросы Вы их Растолкуете Подождите, как же так, а? Ничего, ничего, дорогой мой Ничего, вы привыкаете Вам полезно Повращаться Да нет, я о заключении Вы же фактически Тулину работу закрываете И очень хорошо делом займется Как вернете, заходите Обговорим планы Нет, я не могу Это не принципиально Здесь не доказано, что Тулина ошибается Сергеевич, вы прекрасно знаете Что я не против любого метода активных воздействий Но каждый метод в свое время Сначала все надо проверить В лабораторных условиях Яков Иванович, вы это читали? Аркадий Борисович, неужели вы сами составляли это заключение? А что такое? Не похоже Не ваше здесь выражение Псевод научная аргументация, авантюризм Ну, как бы не брониться, либо добиться Все знают, что я беспристрастен А из заключения это не видно Скорее вы, Сергей Ильич, не беспристрастен Я? Вы же друзья, Стуль Он спросил вас похлопотать? Что за чепуха? Ну зачем же так, Сергей Ильич? Тулин специально за этим и приезжал к вам сегодня Как? Это правда? Тулин сегодня был здесь Так вот она, ваша принципиальность, Сергей Ильич А я-то старый дурак считал вас Аркадий Борисович, что вы Ну ведь Тулин же не говорил ни слова о заключении Не мое дело судить вас, Сергей Ильич Но некрасиво это, некрасиво Аркадий Борисович, разрешите, я сам отнесу Наше заключение Да, пожалуйста, да, пожалуйста, прошу вас Аркадий Борисович, все это не так Но черт с ним сагатом, тут совсем другое Ведь по сути дела вы прикрываете целое перспективное направление в науке И это после того, как я назначаю вас начальником лаборатории Боже мой, так как мануться Ну пусть даже Тулин в чем-то спешит Но запрещать Нет, мы кроме Тулина еще во многом с вами не сходимся У нас с вами разные понятия порядка У нас покидаете, горемычник Ай-яй-яй-яй Выслушивают, когда защищаешь государственные интересы Товарищ генерал, им только нужно, чтобы их не беспокоили Другой бы на месте Аркадия Борисовича отделался уклончивым ответом Но мы люди прямые Все ясно Мы свободны Свободны? И вы тоже Так я доложу Аркадию Борисовичу, что все в порядке Да, все в порядке К сожалению, больше ничем помочь не могу Я не могу просто так уехать, ни с чем Сочувствую Я отсюда никуда не уйду То есть как это? Вот так Буду сидеть, пока не получу разрешение Вы же слыхали Че еще толковать? Не валяйте ваньку Эти фокусы со мной не пройдут Проводите товарища Тулина вниз Пусть его доставят домой Есть Отменяется Я остаюсь Выполняйте Че вы стоите? Помогите ему подняться Он плохо себя чувствует Видите, какой блед? Я чувствую себя прекрасно Так хорошо, что вам придется вызвать еще трех человек Плюс носилки Забавной получится картина Научного работника связывают и выносят из кабинета Новый метод окончания дискуссии Что смешного? Вам сколько лет? Погодите Погодите Может быть вы Сами С Голицыным? Поздравляю вас генерал С Голицыным Не получите взысканий Не наказывают за это Понимаете? За перестраховку не наказывают Цирк Калисин А была не была Вали! Все на мою голову Разрешаем Нет, нет, нет Не все, конечно Не все По краюшке облаков Уточни Калисина теперь обойти нельзя Придется идти на компромисс Он будет контролировать ваши полеты Да, бог с ним У меня там друг Он постарается Ну, а если мы встретим грозу Запредем туда случайно И заблудимся, а? Я тебя встречу Я тебя встречу Молодец Психолог Тулин может сделать все, что захочет Да, Верочка, я все могу Хотите секрет, как стать человеком, который все может? Для этого нужно научиться наступать на горло собственной песни Вот Сергей Братцы, перед нами же именинник Новенький начальник лаборатории Сережка, дорогой, поздравляю Я-то расхвастался А вот он подлинный герой Они, как водится, скромны Выпьем за Серегу Ну, давай за тебя Давай Ты что это, а? Что случилось? Да так, поругался с Голицыным Ничего особенного Опять Ну, ты же неисправедливый, Сергей Он очень несправедливый человек Давай, давай, давай Мне, брат, мало, чтобы меня хвалили друзья Мне надо, чтобы ругали моих врагов Но, Серега, отныне ты с Голицыным должен быть кроток и ласков Ибо он будет контролировать мои полеты Наверное, через тебя, через него Представляете, а? Олег, это невозможно Дело в том, что я ушел из института Как, почему? Голицын пошлал к Южину Заключение бездоказательное Агатов наподличел В общем, ушел Полюбуйтесь на этого цветущего Упоенного жалостью к себе идиота Заметьте, он ждет, что мы кинемся к нему на шею Женщины могут рыдать От умиления, а мужчины прочувственно трясти руку Вот почему приезжал Агатов Кто тебя просил соваться со своими принципами Надо было ехать А не корчить из себя Мы бы повернули Южину совсем по-другому Я-то рассчитывал, что из вашего курятника Ты сможешь страховать меня Все испортил Сережа не мог иначе Он поступил принципиально по отношению к тебе Принципы оцениваются по результатам А не по намерениям Во что, Серега Ты должен помириться с Голицыным Нет, не могу Отрекись от меня Обругай перед ним, разрешаю Агатов подлец И нечего с ним разводить интеллигентские слюни Ты откроешь его дорогу своим уходом Нет, не могу Объясняй мне Слушай, ради интересов дело Зачем усложнять себе жизнь? Ну Нет, не могу Ну и скотина же ты Мне ведь уйти тоже нелегко Работа в самом разгаре Позарешите? Смотри, там Тулин Я хочу писать у него диссертацию Кто такой Тулин? Это величайший человек нашего времени Какое дело он затеял Пойдем, я тебя познакомлю, снимаю А, еще один гений Мне надоело Жень, попросись к нему на практику Мы будем вместе Экспедиция у них на юге А Лешку и Катю мы уговорим Ты будешь танцевать? Угу А ты чего так рано в отпуск? Да Видите, обязательно она в Хисловодск Врачи настояли Он очень переутомился А над чем работаешь? Он сам директор А, а что Лагуно? А он теперь в Москве в главке Кланяйся мне в ноги Так и быть помилую Я беру тебя Зачисляю К себе В группу Вот Поехали ты, Карасик Раз уж навязался на мою голову Черт с тобой Присоединяю О, люди Мы с ним когда-то мечтали работать вместе Да мы с ним вдвоем Таких дел натворим Ты чего? А ну-ка признавайся Тебя здесь что-то держит? Да Что? Ну кто? Дом этот Я несколько раз видел Как мотоцикл езжал в этот двор Ну а квартиру найдем Методом народного опроса Угу Смотри У лестницы Она Ха-ха Иногда и тебе везет Но гляди, уточни вы Больше никаких отговорок За мной Проясни в обстановку Шпаргалка Господи, какой примитив Уровень девятисотого года Я должен с ней поговорить Ну вот Сначала посмотреть Теперь поговорить А потом и Ладно, ладно Ромео Сейчас я извлеку этого интеллектуала Слушай, друг Выручай Ты известный спортсмен Наша гордость Термин в футболе Из шести букв В середине И Кроссор Ну В середине И Нам мыло Ты? Что тебе нужно? Ты что того? Уходи Лен Я уезжаю Я пришел спросить Значит Все? Я не верю Ну да и сама не верю А куда ты едешь? Понимаешь, надоели тебе экзамен два Представляешь, два раза в год Тебя как зовут? Олег Слава А че мы здесь стоим? Пойдем в комнату Нет, это неудобно Нет, нет, Слава Слушай, ты же шикарный повод Импровизация Импровизация тоже надо готовить Это не усугубляйся Старик Что ты делаешь? Слушай, неудобно Перестань Надолго ты едешь? Серьезно, ну что ты Леночка Знакомься Мой старый друг Олег Наконец-то свиделись Надо бы Отметить Не получится У меня приятель внизу стоит Что за разговоры? Сейчас я его позову Серега Сергей Давай сюда Зачем? Что ты, нехорошо? Да брось ты Давай сюда, говорю Ребята Да чувствуйте себя как дома Запросто Мы с Леной люди легкие Самое главное Легче Но не усугублять Жизнь штука простая Это только там выдумывают Всякие сложности Конфликты А у меня никаких конфликтов нет Я люблю тебя Жизнь Пойду А куда же вы торопитесь Хватит Ребята, я совсем забыл Мы же сегодня должны уезжать Извините Конфетку Прямо зашли Чудак Она еще тебя любит А я загадал Подойдешь ты или нет? Подумаешь, гипнотизион Дай мне планка По-моему, Тулин абсолютно прав Заряды Он не надоел твой Тулин Он просто самоуверенный пижон Неужели тебя больше не о чем со мной? Когда я смотрю на тебя Я могу говорить всякую чушь А на самом деле? Что на самом деле? Ну ты же знаешь Я ничего не знаю Пусти Нет, ни за что Не пусти Ну хочешь я тебя при всех здесь поцелую? Об этом не спрашивают, герой Вот это экземпляр И молодое, и активное И мощное Все 24 удовольствия Поглубже, а? Приготовились Ричард Подключи кабинный грызоуказатель Затяните ремень Дуреха Все приготовились? Режим Ну как, Ричард Хороша кучелочка? Угу А, черт Всего 30 секунд Ну ничего Посмотрим, что будет на следующем заходе Я запрещаю входить в облако Что с вами, Яков Иванович? Не иначе вас укачало Возьмите таблетки Ничего опасного нет, уверяю вас Не, 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 не Яков Иванович, если мы сейчас не замерим все насмарку Нельзя, запрещаю Я вас очень прошу, Яков Иванович, я ответ Не могу В ваших же интересах? В моих интересах Посмотрите на мой указатель При приближении к грозе он укажет об опасности Я вас очень прошу, Яков Иванович Яков Иванович, вы же просто мешаете Тулину Такая великолепная идея Так, так Нельзя Я рачальник, я ответственный Вы должны подчиниться Ой Я смотрю, что вы слишком увлекаетесь Тулиным Вы думаете, я не знаю, что вы самовольно изменили диссертацию? Я должен бы сообщить немедленно Аркадию Борисовичу И отправить вас в Москву Яков Иванович, ну что же мне делать? Я когда-то верил в метод Голицына Но теперь это уже догма Ну пусть у Тулина еще не все доказано Но я чувствую, здесь лежит истина Ох, Ричард, я не понимаю, чего я с вами так долго цацкаюсь? Но мы могли бы быть друзьями Вам это выгоднее? Вы должны быть моим помощником А не противником Я от Тулина не отступлюсь Так Значит, Голицын вредный дом Так? Ну что ж, родной, вам это очень дорого боится Очень дорого Эх, вы, рыцарь Правда говорят, что влюбленные на оба глаза слепы А, Ричард, передаю ее вам Но берегитесь, она взрывается от малейшей детонации Куда ты пропала? А мы с Тулиным ходили в синоптиком Недавно ты слышать не могла про Тулина Сам же перевоспитывал На тебе не угодишь А что с тобой? Агатов узнал про диссертацию И хочет отправить в нее обратно Надо было сказать об этом Тулину У него и без меня И ты не смей морочить его Как морочить? Ну что ты прикидываешься? Ой 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 Кажется, я кретин Конечно Ну что ты вам не нашел? Женя Когда ты так говоришь, я могу Хочешь, я такую диссертацию отгрохать, что все закачаются? Я тебе нужна? Очень Только ты не торопи меня, ладно? Я не буду торопить Ну чудно Ну Ну, теперь ты мне нравишься Посудите сами Как может Аркадий Борисович руководить аспирантом, который выступает против него? А что особенно? Можно и против руководителя В Москве могут подумать, что вся история диссертации это в ваших рук дело Вы подбили молодого аспиранта, чтобы он сам тайком от руководителя Вы же знаете, Яков Иванович, я тут ни при чем Такова уж сила идеи А что будет с Ричардом? Я вынужден отправить его обратно Минус Спасибо Законы цивилизованного общества Стукни я Агатова чайником по башке, меня за это подсют за хулиганство А то, что он испакостит жизнь Ричарда, это законное разрешение конфликта Вполне культурно А что будет с Ричардом? Агатов как вирус Чуть только среда будет был приятствовать, он нам всем покажет Вы молодые, а я навидался этих типов В свое время Мне бы заручиться чья-либо поддержка, я бы его А что будет с Ричардом? Ричард, Ричард, балаболка Как он право имел, ничего мне не сказав? Дай спичку У меня и так сил не хватает Агатов ждет малейшая оплошность И из института нажимают Требуют результатов Тему могут прихлопнуть Тебе-то что? Праведник, за моей широкой спиной можно и без компромиссов А что делать, если время, темп сейчас, дороже справедливости? Мама, 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 я дежурный Я дежурный Апрель Яков Иванович А, вон там попадается довольно-таки крупная форель А вот здесь, под скалой, хариус стоит В струе слышно, как он там буль-буль-буль-буль Вот, если бы туда попасть, он сразу бы Хватит Яков Иванович, я вас прошу, оставьте Ричарда в покое Вас что, Турин прислал? Нет, я сам Лучше не вмешивайтесь Вот, обратите внимание на катушку Моей конструкции Я вам говорю Оставьте Ричарда в покое Вы что, вы что делаете? Вы что? Яков Иванович, а ведь вы мой должник Помните тогда у Голицына вы наговорили на меня? Вы мне окажете эту услугу, и мы с вами квиты будем Ну так как же? Вам я пойду навстречу Вам лично да А я говорю, будет гроза Заодно получу материалы на базе Да, кого-то мне нужно взять с собою Я так еще что-нибудь напугу Ничего-ничего, приобщайся Попробуй тяжесть и сладость Власть Пожалуй, возьму с собой Женю Пока я буду у Богдановского, она все оформит на базе А может, лучше взять Катю? Можно и Катю Вот тебе программа сегодняшних испытаний Пожалуй, Катя не управится Там нужно просторопнее Олег Оставь Женю в покое Серега, помнишь, Лену Я тебе помогал, а ты, по крайней мере, не мешай И запомни, в этих делах жалость бессмысленно Знаете, Ричард, я человек отходчивый Я решил не отсылать вас в Москву Хотя вы были неправы, но всяко бывает Спасибо Хотя, собственно, я должен благодарить за это Тулина Тулина? Ловко Вы думаете, что он защитил вас? Да, конечно К вашему сведению, Тулин не возразил ни единого слова Спросите у Крылова У меня такое впечатление Что он даже был рад воспользоваться моей горячностью Я, Хваныч, отложите эти измерения Позволь, с каких пор вы здесь распоряжаетесь? Меня Тулина оставил Я должен рассказать тебе одну вещь Срочно, мне не секунду Мне надо еще переодеться Ты разве не летишь? Нет, я в город С ним? Ну, это ж по делу, не могу же я Не надо, не смей с ним ехать, не смей Пожалуйста, не кричи, я не желаю тебя слушать Не смей, не смей, не смей С ума сошел, что за тон? Женя, я прошу тебя До свидания, надеюсь, к вечеру ты успокоишься Женя Женя, я должен был рассказать тебе Приеду, поговорим Левая годится? Годится Так Прошу приготовиться Скоро режим Ричард, поставь новую кассету Грозоуказателю Ты что, плохо себя чувствуешь? Не беспокойтесь, я здоров А что случилось? Ничего, пустяки Просто я узнал, как меня защищал Тулин Опять аккумулятор не тянет О, у моего прибора питания село Отключить кабинный грузоуказатель Вряд ли он пригодится Делайте, что хотите О, у меня О, у меня О, у меня О, у меня Как здорово Пустите меня сейчас же Мне стоило большого труда не поцеловать вас Трудитесь, трудитесь Может вам удастся стать человеком Видите ли, у нас сейчас такая эстрадная пора, что любое увлечение непозволительная роскошь Что это за башня на горе? Развалины древнего монастыря 14 век Впервые вижу глаза, которые могут так меняться Странно, по сводке в грозе полагалось быть за сотню километров отсюда Боря, запроси обстановку Прекрасные данные, мы поймали самый момент формирования Удивительные скачки напряженности Гроза идет с запада Фронт быстро распространяется Надо прорваться сквозь коридор Если он еще существует Гроза сомкнулась Компас и лакандр выжили Что же ваш этот чертов указатель? Странно, он должен работать Надейте парашюты Компас и лакандр выжили Где-то поблизости центр грозы Идите к Хоботниму Я приказываю повернуть назад Ну? На земле нам все равно ничем не помогут И этот хваленый указатель Единственный шанс, и тот Не понимаю Должен работать Управление отказывает Внизу горы Ричард, что случилось? Гроза указатель не работает Что случилось? Как? Покинуть самолет Ой, мамочка Ну? Ой, мамочка Ой, мамочка Кассеты, кассеты Я возьму Алеша, помоги ему Кассеты грозы указатель Да ну их, нашли о чем думать Подождите Подождите, а где остальные? Пустите меня Пустите меня Прыгайте Прыгайте Ну что же вы стоите Прыгайте Прыгайте Редание было отключено Они не имели права заходить в грозу Так это вы Я не думал Я не предполагал Это вы отключили Да Поехали! Поехали! ... Хе-хе. ... Нехорошо все это. При чем тут он? А, право первого. Такого права не существует. Приоритет соблюдается только в открытиях. А вы не открытие Ричарда. Имейте в виду, я люблю его. Если бы вы любили Ричарда, вы не поехали бы со мной, а вы поехали. И взяли с собой купальный костюм. Вы все знали. Вы знали, что мы будем лежать на пляже, и что я вам буду говорить. Мало ли что. Женя. А если это серьезно? Вы, Олег Николаевич, знаменитый Тулев, и я рядом. Помнишь, я тебе сказал, что ты будешь управлять грозой вот этими руками? Ну, кто был прав? Это странно. Это судьба. Давайте поедем. У нас еще больше часа грима. Нет, давайте поедем. Мне зачем ехать навстречу грозе, если можно переждать здесь? Нет, давайте поедем. Что с тобой? Ну, а вдруг они там... Тогда им крупно повезло. Удача преследует нас. Как ты будешь теперь с Ричарда? Я люблю Ричарда и сделаю все, чтобы мы остались друзьями. Конечно, жалко, что это не Агатов. Но ничего, от этого не погибают. Это должен пережить каждый мужчина, вроде боевого крещения. В следующий раз Ричард не позволит отбить свою девушку. Он вел себя, как подлинный герой советской науки. Но слишком дорогой ценой расплачиваемся мы за необоснованные теории людей, жаждущих быстрого успеха. В наших сердцах навсегда сохранится дорогой образ. Вам следует знать. Ваш сын погиб, как настоящий ученый. Вы не думайте, пожалуйста, что он погиб напрасно. Но я хотел сказать, что Ричард верил в нашу работу. И мы докажем, что он был прав. Мне-то что, Страх? Вы-то все живы? Как по-вашему, почему он не смог выпрыгнуть? Видимо, замешкался с кассетами. А правильно ли было в таких условиях заботиться о кассетах? Ну, а как же иначе? Я бы на месте Крылова позаботился о кассетах. Каждому научному работнику это понятно. В них запись работы гроза указателя. Возможно, будь у нас сегодня кассеты, мы могли бы определенно сказать, что гроза указателя оправдал себя. Но ведь указатель не работал. Был неисправен указатель в кабине пилота. А регистрирующая часть прибора могла работать. Как же это могло получиться? Не понимаю. А вот Яков Иванович считает, что прибор ваш несостоятелен, поскольку вся методика несостоятельна. Так? Мы на верном пути. Между прочим, Яков Иванович, вы последним покинули самолет. Что в это время делал Ричард? Да-да, я видел, Ричард возился с кассетой. Крылов ему приказал, и он остался. А кассета застряла. Ее заело. Крылов тут изо всех сил доказывает, что мы случайно попали в грозу. Иначе ему нельзя. Иначе ему не оправдаться. Указатель-то не работал. Уж это точно известно, что не работал. Яков Иванович, взгляните. Вот здесь вот приземлились Крылов, Поздашев, а вот тут вы. Непонятно, отчего такое большое расстояние. А какое это имеет значение? А как же. Яков Иванович утверждал, что его швырнуло. Он столкнул Поздашева и вывалился сам. А вот по расстояниям не выходит. В городовых условиях самые невероятные перипетии возможны. В 55-м году был зарегистрирован случай, когда парашютиста 20 минут несло. Надеюсь, вам ясно? Я видел, как вы сидели, когда на меня навалились. Как будто вы никакого отношения не имеете. К вам не имею. На меня не удастся спихнуть. Ричард спросил меня, правда, что вы согласились его услать? Что же вы сказали? Правда, матушка. Все как было. А остальное он сам все понял. Южин интересуется, когда что-то произошло. А я так думаю, что вот именно здесь собак-то зарыт. Ричард все понял. А в молодости знаете, как болезненно воспринимается? Слушай, скажи ты Крылова, чтоб не упирался. Пусть спасибо скажет, что под суд не попал. Тем уже все равно прикроют. Ты пойми. В таких условиях комиссия ни за что не станет взваливать ответственность на себя. Так что ваша сейчас задача выкарабкаться с наименьшими потерями. Получаешь втихаря. А поддержать там на комиссии духа не хватает? Милый ты мой. Я же защищаю интересы института. Мне приходится быть выше личных отношений. Да и что я могу? Кто я? Администратор. Дорожишь за свое кресло. Да. Да, не боец. А кто боец? Покажи мне. С Лагуновым воевать? Ну извините. Вот вы мне дайте расписку, что со мной ничего не сделают. И то подумаю. Ты впервые в такой передвиге, а я, брат. Мне только по ночам иногда снится, как я встаю на каком-нибудь собрании в институте и говорю. Говорю, все, как есть. Вот так вот говорю. Слушай, Витька. Ну ладно. Это хорошо, что Южно удалось доказать, что самолет попал в грозу случайно. Вам здорово повезло. Комиссия искучит доброжелательная. Даже он в Лагунов держится пристойно. Вы только не дразните его. А разве можно запретить науку? Вот даже вы, товарищ Лагунов, вы же не в силах запретить, ну хотя бы, ну хотя бы закон Ома. Понимаете, какая смешная штука? Не можете? Не можете. Аркадий Борисович, Вы нашли в нашей работе ошибки, полагая, что этим перечеркнули тему. А я считаю, что вы поставили вопросы, на которые нужно ответить. Поймите, в результате исследований выяснилось, что метод несостоятелен. Вам нужно согласиться с этим. И все пойдется, и все будет хорошо. Брось. Если мы откажемся от темы, ей уж не подняться. Вы что же, предлагаете продолжать работать? Да, да. Мы подготовим ответ. Нам нужно время, чтобы разобраться. Я уверен, что мы в ближайшие... Кто мы? Кто мы? Ты, Тулин, я, наша группа. Почему вы беретесь отвечать за всех? Есть руководитель группы. Прошу вас, Олег Николаевич. Возражения Аркадия Борисовича серьезны. Надо иметь мужество соглашаться. Что ты городишь, Олег, с чем соглашаться? Тут искать надо. Серега. У нас нет никакого права настаивать. Ни научного, ни морального. Вот это мужественно. Честно. Итак, комиссия рекомендует прекратить работы и закрыть темы. О чем ты сейчас думаешь? Не надо. Ты думаешь о нем. Мы оба думаем о нем. Послушай, выкинь ты это из головы, раз и навсегда. Я виновата больше тебя. Больше всех. И ты тут ни при чем. Да-да, надо уезжать отсюда. И чем скорее, тем лучше. Олежка, мы не должны бежать отсюда. Особенно ты. Ведь это же бегство. Но если ты сейчас все бросишь, ты тогда действительно убьешь Ричарда. Зачем тебе нужно, чтобы он всегда был между нами? Ну зачем? Ну я не знаю, как сделать лучше. Я ведь думаю только о тебе. Только не оставляй меня, а. Настоящее только это. Все остальное ерунда. Сегодня утром смотрю в небо. Клывут облака, как старинные каравеллы. Понимаешь, впервые я увидел не диполи, не объемные заряды, а каравеллы. Я сам себя сделаю рабом науки. То мне надо было получить диплом, потом степень, потом что-то исследовать. Благодетель человечеству. К черту хватит. Ради чего я лишал себя простых человеческих радостей. Олежка, нельзя так. Почему я не имею права просто ходить по земле, любить, дышать, сидеть в кино. Но ты же не сможешь жить просто так. Я хочу жить, как все люди. И не желаю быть благодетелем человечества. Не желаю. Все в порядке, Серега. Меня берут на работы, связанные со спутником. Ведущие задания эпохи. Из Ленинграда звонили. Ребята там шуруют. Мы уезжаем. Ты знаешь, был обрыв в сети питания. Я, кажется, могу доказать. Ну зачем тебе все это? Зачем? А если у меня получится? Олег, ты должен будешь тогда помочь Сергею Ильичу. Я не отказываюсь. Если получится, можешь рассчитывать на меня. Только я надеюсь, к тому времени я вытащу тебя из очередной лужи. Прощай, Серега. Ты тоже учти. Я тебя предупреждаю. Словом, я хочу, чтобы ты знал. Если ты уедешь, я тебя назад не возьму. Куда не возьмешь? Ну, обратно. Ну, в том случае, если у меня получится, а ты захочешь вернуться. Ой, 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 ой. Ах ты, бедолага. Ну ладно, ладно, не расстраивайся. Да ну тебе. До сих пор не могу привыкнуть к мысли, что через какие-нибудь полтора часа мы будем уже в Москве. Статистика. Статистически выходит, что импульсы маловероятны. Один к десяти миллионам. Конечно, при таком удалении от центра мы их упускали. Вот смотрите, что получается. А что же, собственно, вы этим доказываете, что расчетных отклонений вообще нет? Да. Да, они очень редки. Ну, нас согласились, что это по меньшей мере странно. Вы доказываете, что они есть тем, что у вас их нет. В том-то и дело. Статистически это получается. Теперь ясно, чтобы поймать нужные зоны, необходимо летать. Летать, летать, летать необходимо. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Мы на верном пути. Гроза указатель Тульна как раз и таких зон, разрешите? Правда, в последнем полете указатель не работал. Там, очевидно, что-то случилось с питанием. Вы знаете, в диссертации Ричарда оказалась любопытная схема. Если учесть ваши замечания и те последние записки Данкевича, то восстановление зарядов можно показать... Данкевич Борисович, нам порад. Одну минутку, минутку, минутку. Слушайте, а не преждевременный? Градиент потенциала постоянный? А не линейность? Запасдующий. Вектор Герца. Сергеевич, а есть ли учесть самопроизвольную поляризацию? Прикиньте. Я сейчас прикину. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Изобрайте. Только напрасно волнует старика. Он же псих. Я его сейчас попрошу. Сергей Ильич, нам порад. Подождите. Крылов, будьте вы разумны. Что бы вы не доказали, вам уж ничего не повернуть. Это почему? А кто будет поворачивать? Они? Ну, а вы? С меня достаточно. И так уж неприятно, если не оберешься. Много у вас орденов. Но они, видно, храбро держались. Аркадий Борисович. Вы знаете, генерал, мне кажется, придется задержаться. Это крайне любопытно. Но ведь вас же будут встречать. Ничего, ничего, ничего. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это должно мне кончиться, не знаете, Волганова. Что ли вы тут устроили? Демонстрацию? Вот и хорошо. Спасибо, спасибо. Спасибо. Лена, ты почему здесь? Я к тебе пришла. На доклад? К тебе. Здравствуй. А я здесь. Не понимаю. Я теперь опять в Ленинграде. Ничего не понимаю. Ну, с Москвой покончено. Совсем. А, ну я, между прочим, так и думал. Никогда не представлял тебя таким. Все течет. А я почему тут думала? Было время, когда я тоже думал. Эй! Олешка, поздравляю. Вот видишь, получилось. Я сам не ожидал. Ну и что? Решил и хорошо, только не обольщайся. Идите сюда. Зачем ты нарываешься на скандал, Серега? На них надеешься. Тютя, ты думаешь, Лугунов потерпит, что его дураком выставили? Да он из тебя гуляш сделает. Хочешь, я предскажу тебе всю твою судьбу наперед? Предложит вам, товарищ Крылов, поехать в какую-нибудь Тьму-Таракань старшим мастером. Ты, конечно, будешь отказываться. Тебе расскажут про государственные интересы и государственную дисциплину. Ты снова начнешь отказываться. Тебе будут угрожать. И отправят, наконец, к Лугунову. От него ты услышишь. Абелируете к народу? Подпишите, что признаете и отказываетесь. Не хотите? Расценим политически. Ну что ж, передаем дело в коллегию. А министр скажет. Будем утверждать доклад председателя комиссии вопрос ясен. Тему закрыть. Работы прекратить, как научно необоснованные. Возражений нет. Кто за то, чтобы утвердить решение комиссии? И все поднимут руки, Серега. Ты увидишь, так оно и будет. Никто пикнуть не посмеет. Все единогласно. Разумеется, ты будешь добиваться правды. Писать жалобы, ходить по инстанциям. Заведешь папку с копиями и ответами. Озлобишься и превратишься в неудачника. Ну, мне пора в Москву. Я к тебе приеду. А зачем? Просто так, поговорить. Значит, я тебя не убедил? Все равно мы полетим. Кто мы, Серега? Кто? Наша группа. И кто же в этой группе? Пока немного. Я. И Ричард. Никуда я не поеду. Так это же интересно. Помин. Там надо изучить условия грозозащиты для линии передать. Никуда я не поеду. Учтите, вас собирались сунуть в бог знает в какую дыру, а мы вам подыскали самостоятельную работу. Спасибо, но мне надо проверить полет, как меняется Дельта Е. Дельта Е. Товарищ Крылов, ну существует государственная дисциплина. И нужно пренебрить своими личными интересами, когда это нужно государству. А почему это вы знаете государственные интересы, а я не знаю? Да ведь если мы отстоим полет, то государство больше получит. Ну что ж, придется разговаривать с товарищем Лагуновым. Оглянитесь, Крылов, на свою жизнь. Вы идете от одной ошибки к другой. На вашей совести преступление. Я давал вам возможность искупить, но и мое терпение лопнуло. Подпишите согласие с выводами комиссии. Иначе мы на коллегию. А вы знаете, можно доказать. Что нужные коэффициенты получаются только замерами воздуха. Может быть, может быть. Но это ничего не изменит. Подпишите. Не хотите? Так. Ну что ж. На коллегию. И все материалы на Крылова. Вопрос ясен. История печальная, но поучительная. И выводы, я бы сказал, еще гуманные. Ну-ка, чем меня открыла бы? Так удобно? И так, товарищи, возражений нет? Ну что ж. Тогда утвердим выводы комиссии. Кто за? Видите ли, Алексей Иванович? Крылову удалось доказать возможности грозоуказателя. А вместе с тем и правомерность постановки вопросов. Голицын Аркадий Борисович, тяжелый человек, трудный характер. Выходит, ошиблись вы. В науке признание ошибки не позор. Вы что же, предлагаете опять лететь в разу? Видите, рисковать жизнями других вы бы не стали. Да и какой здравомыслящий ученый может с чистой совестью поддержать Крылова? Я. Кто-кто? Я. И я. И я. Вы поймите, речь идет не о теоретических выкладках Крылова. Кого вы защищаете, Аркадий Борисович? Значит, вы считаете, решение комиссии неправильным? Я повторяю, товарищи. Кто за то, чтобы утвердить выводы комиссии? Прошу поднять руки. Алексей Иванович, происходит... Одну минутку. Ну, а кто бы из вас согласился лететь с Крыловым? Если бы понадобилось. Если с тобой что-нибудь случится, я приеду к тебе на Памир. Я буду всегда с тобой, если ты захочешь. Эх, Ленка. Что-то Олега долго нет. Неужели ты еще надеешься? Ведь пока что Тулин был прав. А, Тулин почти всегда прав. Но, оказывается, это ничего не значит. Ну, мне пора в Ленинград. Я дождусь, Олега. Значит, прощай. Ну, значит, прощай. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ